АПЛОДИСМЕНТЫ Следующий романс вновь пройдёт в саду. А интересен этот романс, ну, кроме того, что это очень прекрасный, по-моему, роман с цыганскими мотивами. Действие его тоже происходит в саду. Как я уже сказала, интересен он тем, что обычно в романсе чаще, скажем так, описывается какое-то одно чувство. Или это ожидание любви, любовь, расставание, ревность и так далее, и так далее. То есть как-то посвящён один романс одному чувству. А вот через этот романс, который сейчас прозвучит, прошла вся история любви. И написал этот романс Садовников, фамилия нам сегодня тоже подходит его. И когда-то пел этот романс, его много кто пел, пел Алёша Дмитриевич, потрясающий, очень такой яркий, острый, неординарный, у которого тоже юбилей в этом году. Спускалась ночная прохлада. Спускалась ночная прохлада. Природа в затишье дремала. Волея заглохшего сада, я друга к себе поджидала. Волея заглохшего сада, я друга к себе поджидала. Мы долго бродили по саду, смеялись, шутили, полтали. И нам нанимало отраду, когда друг друга любили. И нам нанимало отраду, когда мы друг друга любили. Деревья от бури дрожали, с рассветом заря занималась. Мы холодно руки пожали и молча навеки расстали. И молча навеки расстали. Спасибо. Следующий романс на стихи Анны Андреевны Ахматовой. Как я вошла в читальный зал, там я расположилась. Анна Андреевна. Романс написал этот Александр Вертинский. Называл он их не романсами, свои песни, даже не песнями, а песенками. Но мы, конечно, понимаем, что мы их будем называть по-другому, скажем так. Чернеет дорога. Мы с вами в Приморский сад отправляемся. Чернеет дорога Приморского сада. Желтый и свежи фонари. Я очень спокойная, только не надо со мною о нем говорить. Ты милый и верный, мы будем друзьями гулять, целоваться, стареть. И долгие месяцы будут над нами, как снежные звезды лететь. Чернеет дорога Приморского сада. Приморский сад отправляемся. Я очень спокойная, только не надо со мною о нем говорить. Приморский сад отправляемся. Приморский сад отправляемся.